С Новым Годом вас, друзья! Первым вас поздравлял Владимир Владимирович, ну а последний буду я. Кстати, вы уже начали новую жизнь? Или как в том году? Завтра, завтра, завтра. Нетушки, ребятушки, цыплятушки, давайте начнем ее сейчас. Сейчас улыбнулись. Моя мама ходила в школу в черно-белой форме. Мне, я считаю, очень повезло. Мы ходили в школу как хотели, ну, в пределах разумности. А сейчас я наткнулась на вот такую вот новость. Уважаемые родители, информирую вас о том, что у нас водится школьная форма в цвет нашего города, зеленая с желтыми полосками. Я надеюсь, что это шутка? Мамочки, в наших руках отказаться от данного предложения. По закону подобные вещи обсуждаются на собрании. Нам директор школы говорил об этом на родительском собрании. Но про цветовую гамму промолчала. Сказала только, что закупать будем золотой гусь. У всех разное представление о зеленом. Не очень-то она отличается от серой. А давайте уточним информацию у компетентных людей. Эта тема муссируется в социуме давно. Может быть, нехорошее слово муссируется, потому что существуют как люди-сторонники, так и противники. Но при этом на сегодня у нас есть нормативные акты, есть указы президента. Запланирован ряд мероприятий, которые приведут в конце концов, все-таки мы очень надеемся на то, что наши глинские школьники будут выглядеть по-особенному и все будут одеты в предложенные модели. Моделей будет много и составляет костюм из себя не просто платья, и все будут в одинаковых платьях. Это, конечно, будут и костюмы, и брючные, и юбка с пиджаком, и жилеты, и галстуки, и прочие. Но мы бы очень хотели, чтобы они были действительно стилизованы в цвете и имели некие даже, может быть, логотипы или лейблы, наклейки, чтобы это было отличительно для глинского школьника. Мы рассчитываем, что к первому сентября, все-таки, когда мы сейчас, весна, покажет нам результаты нашей работы, скажем, такой ознакомительной, информационной, затем мы погрузимся в производственные процессы, и дети, и родители увидев преимущество, потому что и ценовая политика тоже обсуждается, это очень важно, чтобы эта форма стоила достаточно, скажем, недорого и была бы доступна любой семье. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Типа Леруа или Оби? А я хочу Вашан, поэтому жду ТЦ-карусель. Интересно, что там будет? Я бы хотела детское кафе-мороженое, пиццерию, чтобы еда была качественная и вкусная, и можно даже без официантов. И огромная игровая комната, чтобы прямо вау! А что на этот счет думают живые люди, а не аватары из сети? Что-нибудь еще в парке сделать в Сестрорецком, каких-нибудь табличек исторических, чтобы почитать про город, если на 700 лет же будет, чтобы почитать, что производилось, основан когда. Какая-то концертная площадка, вот раньше как приезжали, в Ледово ее выступали, сейчас вообще даже и площадок таких нет, у кинотеатра «Мир», как известно, ничего там не построено. Вот какую-то такую площадку хотелось бы, чтобы приезжали к нам с песнями. Чтобы Москва пристроила свое метро Клина, и то есть можно было бы на метро добираться до Клина, и вообще, чтобы вся московская область заросла метрами, метрами, метро. Вот так. Когда-то Биг Мак пришел к нам из-за рубежа и уже, знаете, так хорошо усваивается у нас в животиках. И так сейчас приходит к нам из далеких стран манекен-челлендж, и уже, так знаете, хорошо освоился даже у нас в городе. А сегодня прихожу я в студию, и мне 20 минут никто дверь не открывает. И только где-то, где-то голос какой-то «Катя, Катя, подожди, у нас манекен-челлендж!» В общем, смотрите, что они там понаснимали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Друзья, чтобы у вас было каждый день отличное настроение, не нужно слушать никого. Делайте те вещи, которые доставляют именно вам удовольствие. Веселитесь, получайте от них кайф и не смотрите никуда и никогда. И до встречи через неделю. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!